Я каждое утро просыпаюсь от того, что мне безумно холодно И вообще это странно, потому что днём здесь может быть плюс 25 градусов, а ночью около 10 И поэтому днём я гоняю в супер коротких шортах, а ночью я сплю в пижаме под двумя одеялами Смотрите, как-то у меня тут в квартире, которую я снимаю, со мной живёт собака И она всё время приходит ко мне на кровать Что-то от меня хочет, но я не понимаю, что она от меня хочет И он зачем-то ещё жрёт мои руки Зачем ты жрёшь мои руки? Ты же даже не настоящая собака Дело в том, что я очень люблю ММД с арахисовым маслом, а вот эта собака, она очень сильно любит обёртки от ММД с арахисовым маслом Сегодня вашему вниманию представляется, как Сонечка Хубс проводит своё утро Во-первых, я смотрю Дениса Чужого сегодня, новый выпуск Во-вторых, ем свой завтрак для ленивых Это очищенные маленькие морковки и хумус И ещё вода, потому что мне лень идти покупать себе чай И потом ещё его согревать и заваривать И, в общем, это вообще нет, нет Это видео должно называться «Я ленивая тварь» Хотите знать, кто там всё время чирикает? Здесь со мной живёт не только собака Здесь со мной живут ещё и птицы Вот эти Ещё здесь также была рыбка, но она сдохла Вот она, мёртвая плавает Я сегодня вас возьму с собой на прогулку по Л.А. Я, если честно, не уверена, что я хочу и что стоит вообще делать такие видео Типа, вот смотрите, я вот здесь, я вижу вот это и бла-бла-бла Если вам интересно такое, если вы хотите такой вид, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях А пока мы с вами просто прогуляемся Я вам что-нибудь порассказываю из своей повседневной жизни Погнали! Я сейчас поеду на Голливудский бульвар Потому что там находится ближайшая ко мне Сифора Это косметический магазин, если кто-то из вас не знает Там есть абсолютно все такие самые крутые бренды, которых у нас в России нет И я очень люблю туда ходить Я, если в Америке, я редко пользуюсь даже своей косметикой Я всегда езжу туда и все время там все пробую, что-нибудь новенькое И, короче, крашу все время в Сифоре И еще мне очень нравится, что у них там нет этой идиотской привычки у консультантов Так как у нас подойти к тебе и начать тебе что-то советовать, если даже тебя не спрашивали Там может быть один раз, когда кто-нибудь подойдет, спросит, нужна ли тебе помощь И все, и больше себе никто не будет пасти Ты можешь там хоть час сходить, краситься, все пробовать И искать все, что хочешь, и к тебе никто не подойдет и не выйти в Сифоре Когда у меня офицер спросил, какая у меня цель пребывания в Штатах Я не знала, что ему ответить Ну, я прям замешивалась, потому что на самом деле у меня нет никакой цели Я просто убежала от зимы И я на самом деле так ему и сказала Типа, ну, России холодно, я хочу в тепло И вообще Лос-Анджелес это как раз именно такое место, где есть вот все, что мне нравится С точки зрения природы, есть океан, горы, постоянное солнце, чтобы мне не хотелось умереть И еще мне очень нравится, что в Америке Старбукс очень дешевый Я вот купила себе холодный кофе за 3 доллара 3 доллара это 180 рублей 180 рублей А у нас Старбукс просто, блин, как будто бы из-за варку рекордится стоять Если вам кто-то говорит, что в Лос-Анджелесе нечего делать без тачки, то не верьте У меня, например, вообще даже брав нет, но я совершенно не обламываюсь Здесь абсолютно нормальный, развит общественный транспорт И, ну, например, вот в моей квартире, где я живу, можно за 15 минут доехать до Крымского двора Куда я сейчас как раз еду, за минут 30, может, не за 30, а за 40 минут, может, на Микродо ехать до пляжа Санкт-Поники То есть абсолютно никаких проблем И, в принципе, если покупать проездов и не ездить на общественном транспорте То очень даже все это доступно И, естественно, гораздо дешевле машины Особенно если у вас нет денег, никаких денег, как у меня То общественный транспорт, главным землям получишь И вообще никаких проблем с этим нет Вообще мне не очень понятен феномен Галиутского бульвара Как достопримечательности Просто на Аллее Славы раскиданы звезды И люди ходят вокруг них и смотрят в пол В надежде, видимо, найти какое-то знакомое имя Но здесь звезд просто миллион И я, если честно, не знаю, наверное, процентов 90 из них Скорее всего, это потому, что я просто не интересуюсь кино Вот и все Вот этого знаю С кем же она фотографируется? С кем же, с кем же? Ах, конечно, Бритни Спирс Я тоже с ней фотографировалась Е-е-е, мы пришли Ура, ребята, ура Мы заходим И сразу видим, что Первое, что мы видим, когда заходим в Сифору Это, конечно же, косметики Рианы Дяденька запретил мне снимать внутри Сказал, что нельзя мне снимать Так что я просто накрасилась Просто вот максимально совершенно смогла найти И то все накрасила Смотрите, какой у меня замечательный макияж глаз И я в этот раз просто неистово угорела по блесткам У меня теперь вот вся рука В подводках, хайлайтерах и всяком таком Вот, вы знаете, мне всегда было очень интересно Здесь все время стоят люди и раздают листовки с предложением пройти бесплатный личностный тест циентологии И, вы знаете, возможно, я в ближайшее время решусь и пройду этот тест Потому что мне реально очень интересно, что происходит во время теста и что происходит потом, если ты его прошел Здесь вы, мэм, это персоналительный тест И, где ты? Я из России Окей, ты можешь делать тесты в России Ты делаешь тесты, получаешь результаты, это бесплатно Окей В России Окей Ты из Новосибирска? Нет, но я родилась где-то Ты родилась где-то в Новосибирске? Окей, давай, я показываю Окей, ребята, я это сделала Ну, вообще, я не планировала проходить этот тест прямо сегодня Но, раз уж завязался разговор на тему личностных тестов, я решила, ладно Ну, раз уж предлагается, от чего отказываться, тем более я хотела В общем, я потратила на этот личностный тест Циентологический Порядка... Ну, где-то час, наверное Где-то был тест сначала Личностный тест, про то, как я себя там чувствую, все вот это такое Потом дальше был тест на IQ Я узнала свой IQ Оу, чиз, я такая умная Вот, и в третьей был какая-то вообще хрень Типа, тест на пригодность или на что-то там Короче, максимально простые задания Типа, напишите свое имя и фамилию вдоль левой стороны листа И обведите два раза фамилию, один раз имя Я думаю, чего... Ну, короче, я это сделала В итоге они там обработали мои результаты И оказалось... В общем, тест показал, что я ненавижу людей И что я бессердечная И хладнокровная Вот В общем, они сказали, что Результатом этого теста я буду иметь очень большие проблемы в построении романтических отношений Ну, наверное, если я ненавижу людей, то романтические отношения построить, скорее всего, будет очень трудно Вот И это также может сказаться на моей работе В общем, не знаю И они посоветовали мне по итогам этого теста курс Который стоит 50 долларов И в этот курс он, типа, там где-то часа три идет И я должна прийти в этот центр Предварительно его, конечно же, оплатив Я должна прийти в этот центр саентологии Они резервируют для меня комнату Приготовят мне ужин Я буду сидеть, жрать и слушать офигенный тест, который невероятно улучшила жизнь В общем, я оставила номера ватсапа И всякого, свои еще другие контакты Оставила свою почту Вот Такие дела Но на самом деле я очень рада Потому что я, ну, несколько раз в разных там странных городах Видела всякие здания, на которых было написано церковь саентологии Мне всегда было безумно интересно Что же они там делают И как это вообще все происходит А, и еще они меня прогнали на стресс-тесте У них есть такая машина, которую я видела в Южном парке Если вы смотрели, вы знаете Это такая штука, где ты берешься за две металлические ручки И он, типа, измеряет твой уровень стресса Эта машинка называется Hi! Это было вообще самое интересное, что я хотела сделать И когда мне чувак рассказывал про мои результаты теста Я спросила, типа, а что насчет этого геометра Как бы, что там за результат? Он такой, ну, давай, говорит, мы измерили Но это больше, типа, для нас, чтобы понимать А вообще, если ты там пройдешь какие-то курсы Какие-то там пару недель, типа, позанимаешься в синтологии или что-то Ну, в общем, что-то такое мне сказал То, типа, тогда ты сможешь понять, что это значит А так, типа, даже если я тебе сейчас объясню твои результаты теста То ты, скорее всего, ничего не поймешь Потому что, типа, у тебя недостаточно знаний в синтологии Ну, у меня их, в принципе, нет Так что окей Но я расстроилась, потому что я думаю, что сейчас он мне скажет Что мой уровень такой же, как у Стэна И, типа, я новый мессия Точнее, в мое тело вселился дух Элла Рона Хаббарда Мне так нравится гулять по улицам, где вот там домики, всякие машины стоят Домики маленькие-прималенькие и тихие И вокруг каждого домика кусты с цветами растут Это же ведь просто офигенно Кот! Я увидела кота, ребята, это кот Смотрите, это кот Я хочу увидеть Киса Всего лишь буквально в нескольких кварталах от Голливудского бульвара Уже так тихо, совсем нет людей на улице И закат потрясающий Я забрела на какую-то маленькую улицу Пустую, на которой офигенно Мне кактусы растут Мне так нравится, просто идешь по улице и кактусы растут У меня вообще до сих пор в голове не укладывается о том, что Пролетев всего лишь несколько часов от того места, где ты живешь Мир просто совершенно другой Меняется абсолютно все, что ты видишь вокруг себя И уже дома совсем другие, природа совсем другая Климат совсем другой, время другое Это вообще настолько меня поражает, что Ну сколько я уже лет куда-то езжу, путешествую, что все вокруг такое разное Вот Лос-Анджелес, он весь вот такой вот из маленьких домиков состоящий Вывесок и широких дорог и автомобилей И если вы хотели бы поехать сюда за достопримечательностями, то в этом вообще нет никакого смысла Потому что их здесь нет Здесь тема, ну лично для меня, тема в природе В том, что здесь офигительная просто погода все время Почти большую часть года И, ну, мне вот безумно нравится именно такая атмосфера Послабленная, когда нет вот каких-то, знаете, типа Вот это красивый дом Я его увидела, я приехала сюда, чтобы его увидеть И вот я на фоне него сфоткался Вот классно, что я сюда приехала Нет, я сюда приезжаю просто вот за таким времяпрепровождением Ну, чисто из Москвы убежать еще, конечно, тоже Но вообще вот это именно такая атмосфера Такие места мне не нравятся И я бы, конечно, хотела сюда переехать Очень сильно И, кстати, может быть, пока лучше показать вам Мне прямо отсюда видно Отсюда видно надпись Голливуд Да, видно Класс Все, я уже приехала в себя на райончик И сейчас пойду куплю себе еды А пока вы можете посмотреть, как красиво вот там вот Просто обалденный вид, если смотреть Ну, я не знаю, виды ли это Мне очень удобно показывать, идя по дороге Я немного странно сочистую Но я вам как раз сейчас расскажу и покажу Почему у меня здесь всегда проблемы с едой Потому что я всегда захожу в супермаркет И думаю, что вот Сейчас-то я к шлю себе еду Очень много еды Но я там это время не получается Я всегда обламываюсь Мне кажется, я вообще одна из немногих людей Которые ходят в супермаркет пешком Потому что большинство все-таки Приезжает на машинах Но у меня нет машины Итак, первое, что мы видим Зайдя в магазин Это торты Хлеб Торты Так, там дальше горячая еда Ну, окей Дальше мы видим чипсы Всякие замороженные штуки Очень вредные Пицца Всякие сладкие мороженки Жареные замороженные штуки Сладкие мороженки Это просто бесконечные ряды Сахарного и жирного Жирного и сахарного Или сахарно-жирного А может быть Жирно-сахарного Пожалуйста Если вы подумали, что сахар закончился на этом То нет Вот здесь теперь, пожалуйста Еще всякие вредные снеки Плюс сахарные Здесь, опять же, все замороженное И жирное Которое нужно жарить И все такое Но, кстати Я никогда не могу сопротивляться Вот этой вещи Только одной вот этой вещи Арахисовое масло Арахисовое масло Это лучшее изобретение человечества О, я нашла водку Представляете, если так Американцы представляют себе водку Нет, на самом деле Это просто какой-то томатный соус Который почему-то называется водка В общем, ребята Здесь одни сладости Практически одни сладости Но я просто шла сюда просто Чтобы вам показать Потому что на самом деле Я ничего из этого не собираюсь покупать Так что Я себе, ребята Беру обычно что-нибудь Вроде Вот этого Пожалуй, вот это я и возьму Это Курица С макаронами С сыром Из брокколи Которая стоит 7 долларов Обалдеть, просто обалдеть 420 рублей за курицу с макаронами Но я куплю ее за 6 долларов Потому что у меня есть клубная карта Клубная карта, прям как у взрослой Вообще, я считаю, что это несправедливо Когда в детстве ты просто мечтаешь Все время обжираться сладким Или чипсами И пить сладкую газировку И думаешь, вот когда я вырасту, я буду просто круглыми сутками это делать И вот сейчас я выросла И вот я даже не хочу Сейчас никакие чипсы Я уже 100 лет не ела чипсы И еще, кстати, помимо того, что я испытываю Здесь проблемы с едой С разнообразием еды, точнее Я здесь еще и ничего не пью Потому что с алкоголем тоже проблемы Но вернее, здесь, конечно, все есть Но вина, например, здесь Все очень сладкие Калифорнийские Даже те, на которых написано, что они сухие Они все равно очень сладкие Ну, про пиво вообще даже говорить не хочу Это даже не пиво Так что вот Но я связываю дерьмовый алкоголь С тем, что здесь все-таки люди больше по траве У меня вот за эти несколько дней, что я здесь Еще не было ни одного дня Чтобы мне кто-нибудь где-нибудь не предложил думать И меня это все довольно сильно смешит Вот самый последний раз Было вообще максимально круто Я просто переходила дорогу Вот по переходу И прямо передо мной отрывает тачка Из нее высовывается черный чувак И говорит Эй, типа, могу ли я получить твой номер телефона? Я опешила Ну, я вообще не ожидала И он просто видит то, что я замешкалась Он такой, типа А может быть, ты дунуть хочешь? У меня трава есть И я просто Ха-ха-ха Блин Ну вот Где еще только такое может быть? Когда тебе и клеят Блин, и дунуть предлагают Возможно для того, чтобы склеить Я еще пока не уверена Субтитры сделал DimaTorzok